Благослови, Душа моя Господа, Благослови, если Господи, Благослови, Душа моя Господа, И вся внутренняя моя, и весь святой Его. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Христос воскресе! Мы всех сердечно поздравляем с самым радостным, с самым светлым, с самым главным праздником в жизни православного христианина, да и каждого человека, с праздником Светлого Христово Воскресения. В Церкви идут дни, которые именуются в церковном уставе «Светлыми днями», «Светлая Седмица», именно так называют ту неделю, которая идет после праздника Воскресения Христова, когда мы христосуемся с друг с другом, дарим друг другу радость, добро, счастье, веру, надежду и любовь. Совершаются крестные ходы вокруг храмов, и сердце каждого православного христианина наполняется особой неземной радостью. Пасха Христова – праздник праздников и торжество из торжеств. Мы многие знаем смысл этого праздника. Мы сейчас можем, имея достаточное количество литературы, православных средств массовой информации, изучить, вникнуть в канонические и богослужебные аспекты данного праздника. Но для нас, как для православных христиан, очень важно все-таки его духовно-нравственное значение, и очень важен его внутренний аспект. Говоря о празднике Воскресения Христова, проанализируем с вами, разберем с нравственных позиций рассказ нашего классика, великого русского писателя Александра Куприна «Рассказ «Чудесный доктор». Воспоминания писателя начинаются далеко от нас. Город Киев, XIX век, и, по всей видимости, судя из рассказа, это предрождественские дни, рождественский сочельник. Один человек, который буквально полгода назад был управляющим, имел хорошую работу, заработок, у него трое детей, этот человек тяжело заболел тифом, и пока он болел, его предали, на его место взяли работать другого человека, из хорошей квартиры, богато обставленной. Эти люди, муж, жена и трое маленьких детей вынуждены переехать в подвал, в темную комнату, в грязь, в бедноту и в нищету. И вот представьте картину предрождественские дни. Весь Киев гудит. Базары, рынки, ярмарки. Люди покупают продукты, наряжают елки, все бегают, суетятся. Предпраздничная радость. И вот двое мальчиков, у которых только недавно умерла от голода и холода младшая сестра, они направляются к разным людям, подчеркиваю, в предрождественские дни, в рождественский пост, они направляются искать к этим людям помощи. Зашли к одному человеку, получили отказ, зашли к другому, получили в свой адрес разные нехорошие высказывания, зашли к третьему, а третий человек побил их и выгнал. Эти мальчишки приходят домой. Какой контраст! Они идут по улице, видят радость других людей, видят, как люди едут на повозках, кто-то несет полные сумки продуктов, кто-то наряжает елки, кто-то радуется. У них нет этой радости. Они заходят в дом. Больной ребенок лежит. Отец, который только что пришел с улицы, он ходил просить помощи у разных людей. Он пробовал побираться, как нищий. Один человек его отругал, другой пообещал сдать полицию. И вот этот человек приходит домой, бывший управляющий. Какая картина предстала его взором? Нечем топить печь. Нет денег, чтобы купить лекарства. Нет денег абсолютно ни на что. Негде мальчишкам разогреть абсолютно бедную, абсолютно по-человечески пустую еду, которая не даст им никаких сил. И вот этот человек выходит на улицу, понимая прекрасно, что он ничего не сможет сказать своей уставшей, имеющей заплаканное, скорбные глаза жене. Опустив голову, ни на что не смотря, он идет по улицам Киева. Рядом все те же люди бегают, суетятся, кричат, радуются, делают покупки. И заметьте, самое парадоксальное в том, что этот человек, который живет в горе, который имеет скорбь, который, по сути дела, нищий, у которого вот-вот от голода умрут дети, этот человек оказался никому не нужен. Та толпа людей, которые слева и справа, и спереди и сзади, она не замечает его. Не нужен человек со своим горем. Да и никто никого не замечает. Не тогда и не сейчас. В предпраздничное время каждый занят чем? Ему нужно накрыть получше стол, закупить получше продукты, убрать квартиру, нарядить себя, украсить свой дом. Но самое при этом страшное, что никто фактически не замечает горе и страдания другого человека. Это страшное сопоставление. Ведь те люди, которые были рядом с этим управляющим, бывшим, они все фактически считали себя православными. Они ходили в храмы, они пойдут в храм в праздник, но никто не замечает горя и беды другого человека. И вот этот человек идет в городской парк. В парке тихо, никого нет. зима, крепкий мороз, красота деревьев. И этот человек понимает, что домой он ничего не принесет. И своей жене, и детям он ничего не скажет. Что делать? Не лучше же уйти из жизни просто быстро, думает он. Он нащепывает в кармане своего пальто длинную толстую веревку. И в нем реально появляется мысль о том, что сейчас, через две, через три минуты он добровольно, самовольно лишит себя жизни. Он совершит самый страшный в мире грех. Он уже готов это сделать. Почему? Потому что вдруг он понимает, что со своей проблемой он в обществе один. Рождество, Пасха, а его окружает общественное безразличие. Он никому не нужен. Нет никого, никому до него дело. Вот такое ощущение складывается, что люди, когда перед Пасхой, перед Рождеством наполняют рынки, ярмарки, базары, закупают продукты, такое ощущение, что Христу воскресшему будет интересен стол человека. Такое ощущение складывается, что воскресшему Христу будут интересны наши вымытые окна, наша трапеза. Нет. Это утопия. И мы глубоко ошибаемся в этом. Ему интересно, вернее, важна человеческая жизнь и сердце человека. Перед воскресением Христовым было очень важное явление в духовной жизни. Это Святая Четыридесятница, Великий Пост. Давайте оглянемся назад и спросим себя, вот прошел пост, что я оставил в этом посту. Вот что за мной осталось? Добрые дела, отзывчивость, милосердие, доброта. Вот идет светлая неделя, что мои руки доброго сделали? Куда я сходил, кого я посетил, кому я сказал доброе слово? Да не в столе, не в красивых речах, не в красивой одежде смысл праздника Воскресения Христова. Смысл этого праздника в жертве человека, в его жертвенности, когда он видит других людей, когда он сопереживает вместе с ними, когда горе другого человека становится моим горем, моей проблемой, моей скорбью. И когда наш герой уже достал веревку, чтобы закончить жизнь самоубийством, он увидел вдруг рядом идущего небольшого, очень просто одетого старичка. Старичок присел рядом с ним и говорит, русская зима, как хорошо, а я вот купил подарки для детей своего друга и никак не донесу. У нашего героя в сердце боли, скорбь, подарки. мои дети не получат никакие подарки. Он начинает раздраженно кричать, гневаться. Этот старичок просит его успокоиться и рассказать, что с ним произошло. И вот как в рассказе Антона Павловича Чехова «Лошадь», когда у кучера умер сын, и он весь день возит людей, рассказывает им об этом, чувствуя безразличие, и вечером он начинает рассказывать об этом своей лошади, которая оказывается гораздо милосерднее человека и слушает его всю ночь. Наш герой вдруг чувствует, что оказывается он не один. Какое-то тепло, какая-то радость покрывает его. Ему не дали денег, его ничем не поощрили, но он почувствовал, что он не один, что он нужен людям. Старичок выслушал его внимательно и говорит «Я доктор, хоть не самый хороший в мире, но я помогу вам». Они спускаются в подвал, доктор осматривает больного ребенка, начинает говорить людям добрые вещи, вносит в их вот это бедное жилье, какую-то радость, дает нашему герою деньги, чтобы тот сходил за дровами, купил сахара, продуктов, горячей пищи. И в конце концов доктор выписывает рецепт и говорит «Сходите в аптеку, купите лекарств, а завтра к вам придет другой доктор, хороший врач, я его предупрежу». Он уходит. Отец детей выбегает на улицу и кричит «За кого молиться моим детям?» Доктор махнул рукой и сказал «Пустяки». И когда отец семейства зашел внутрь своей комнаты уже совсем другим человеком радостным, счастливым, он увидел, как под пустой чайной кружкой лежат денежные векселя на очень крупные суммы, которые оставил этот врач. Кто же этот доктор? На рецепте стояла печать. На ней было написано «Профессор Пирогов». Знаменитый хирург, знаменитый врач. И прошло буквально полгода. В январе месяце отец нашел себе работу, стал вновь управляющим. Мать устроилась работать, детей взяли учиться в гимназию, семья переехала вновь жить в квартиру. Этого врача эти люди искали потом всю оставшуюся жизнь. И однажды похороны, толпа людей, колокольный звон. Кого хороним? Спрашивает наш герой. Мы хороним чудесного человека, доктора медицины, профессора Пирогова. Дорогие братья и сестры, в пасхальные дни давайте делать близким добро. чтобы Христос вошел в наши сердца и чтобы наши добрые дела одухотворили, помогли другим людям, вселили в их сердца надежду, веру, любовь. Давайте делать добро. Его так стало мало, его так не хватает в современной жизни. Христос воскресе, воистину воскресе. Благослови, души моя Господа, весят внутреннее мое имя святой Его, благослови, вести Господи. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok